Судебный процесс по самому громкому уголовному делу уходящего года начался. Первое заседание состоялось в четверг днем. Впервые в суд мог прийти потерпевший инспектор Харанека. Правда, сразу предупредил представителей средств массовой информации о том, что комментировать это дело не будет. И потерпевшие обвиняемые единогласно высказались против введения в зале суда видеосъемки. Судебный предваритель возражает против проведения видеосъемки в судебном заседании. Они ночью валуются. Он мне сказал о том, что я не могу сосредоточиться. Я боюсь, что я не смогу сказать и донести до суда то, что я бы хотела сказать. Это не помешает видеосъемка. Поэтому считаю, что это может повлиять, ущемить его полотно, повлиять на это поведение судебного процесса. Поэтому там не будет судебного процесса возражаем. После потерпевший вовсе обратился к суду с просьбой разрешить ему не присутствовать на заседаниях. Ваша честь, у меня пришелся с водой, который меняет судебного процесса, в качестве потерпевших по состоянию здоровья. В настоящее время находится на помещи. Медицинские документы мы предоставляем для суда. Также в ходе предварительного следствия Евгений Иванович неоднократно давал показания. Они являются более полными. В настоящее время действительно добавить нечего, а свое отношение касаемо гражданского иска и участия в премиях, он будет обсуждаться позднее и также будет учитываться его состояние здоровья и необходимости в суде. Суд с доводом потерпевшего согласился, после чего, не дожидаясь окончания заседания, инспектор покинул зал. Блогер Ирина Мальцева пришла в суд, чтобы из первых уст узнать подробности скандального дела. И, как ей кажется, не зря. Я сегодня видела шлам выкиния хранителя, который, ну, каждый поход со стороны, потому что он довольно большой, от удара по прямой поверхности, послать, не может быть произойти. То есть я таких вещей не могла бы видеть. То есть судебный день. Первый судебный день дал показания в суде свидетель Котавасов. Тот самый сводный брат Мамо, который похитил видеокамеру из машины Харанека. Ситуацию, при которой сотрудник ДПС получил травму, парень запомнил так. Они сначала разговаривали с домом, потом сотрудник стал хватать Мамо за руки, за предплечья, взять листа. Мамо оттернулся, оттернулся раз-два, третий раз оттернулся, да, третий раз оттернулся, да, третий раз не может посильнее вернуть. Сотрудник потащил их вперед, ну, как бы, стал падать. Я не видел Маме, ну, когда он упал, там машина приезжала как раз. После того, как они проехали, мы сразу же пошли туда, подошли, там, ну, скопился народ уже. Мы подошли, увидели, что сотрудник ДПС лежит. Хотя первоначально, сразу после происшествия, следователю он рассказал, что инспектору ударил незнакомый мужчина, ростом около 180 сантиметров, и скрылся. А Мамо на месте происшествия вообще не появлялся. Ложные показания Котовасов объяснил заботой о брате. После выяснения всех многочисленных нестыковок показаниях свидетеля, суд приступил к оглашению материалов дела, которое длилось до позднего вечера. Решено было продолжить утром в пятницу. На сегодняшнем заседании в суде огласили еще три тома уголовного дела. Всего их пять. Из наиболее интересных сведений то, что в машине инспектора находился еще один видеорегистратор. Правда, он снимал происходящее в салоне патрульной машины. На записи в момент конфликта слышны крики, а затем виден отъезжающий автомобиль Мамо. Сторона обвинения зачитала расшифровку звонков, поступивших в дежурную службу после случившегося. В каждом сообщении говорится о том, что инспектора именно ударили, а виновный скрылся на белом Мерседесе без госномеров. Есть также сообщение, что в ходе спецоперации этот самый Мерседес задержали и сопроводили на место происшествия. Вот только за рулем сидел уже не Фероян. На следующее заседание, которое состоится в понедельник, решено вызвать коллег инспектора Харанека, сотрудников ГИБДД. Пока в деле больше вопросов, чем ответов.